Один из ключевых тезисов гомосексуальной пропаганды, утверждение о том, что гомосексуалистам можно только родиться, но невозможно стать, опровергнут колоссальным опытом, в том числе и криминальным опытом обращения в гомосексуализм неимоверного множества молодых людей. И, скажем, из английских закрытых учебных заведений гомосексуалисты выходят в количестве, которое совершенно невозможно объяснить, никакими генетическими соображениями. Поэтому можно даже не сомневаться, что запрет пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних абсолютно оправдан, ибо речь идет не о раскрытии какой-то природной склонности, а об изменении этой склонности. По мнению многих психологов, каждый человек в той или иной мере бисексуален, и в зависимости от условий, в которых он оказался, его половое влечение можно направить в любую сторону. Так вот, надо, чтобы это влечение направлялось в сторону, обеспечивающую по меньшей мере продолжение рода человеческого. Если же кто-то считает, что закон ставит его под угрозу, и на этом основании боится, например, приезжать в Россию на спортивные соревнования, то у него есть очень простой способ обезопаситься. А именно, хотя бы пока он будет в России, не говорить, что гомосексуализм это круто, вот посмотрите на меня, я гомосексуал, а какой хорошенький. Так что, если просто не распространяться о своих постельных развлечениях, а вообще говоря, нормальному человеку несвойственно усиленно рекламировать эту сторону своей жизни, то никакой опасности не будет, и, соответственно, никаких оснований бойкотировать какие бы то ни было мероприятия в России нет. Собственно, сам этот бойкот, это тоже попытка пропагандировать гомосексуализм. Продолжение следует...